Добрый день, уважаемые гости, друзья, коллеги. Спасибо, что вы все пришли. Это приятно иметь такой интерес к нашей секции. Надеюсь, вы получите удовольствие, я надеюсь. Мы готовились. Для начала разрешите вам представить членов жюри нашей секции. Это представитель жюри Анна Жаркова. Давайте поприветствуем ее. На ее хрупких плечах сегодня будет принятие решений. Соответственно, компания ЭБИ, которая предоставляет призы для нашей секции в ударном составе. Можем листать дальше. Их сегодня трое человек. Давайте посмотрим, кто следующий. А, мы пока не знаем. Давайте я представлю. Дайте мне подсказку. Вот, отлично. Не, не та. Не, не та, не та. Давайте я начну с тех, кого знаю лично. По фамилиям, чтобы пока подсказка не вылезет. Я буду вам представлять. С нами сегодня Джон Квин. Это кофаундер венчурного фонда Digital Ventures. Давайте поприветствуем Джона. На его счету более, скажем, десяти, как минимум, сделок в этой новой функции. До этого Джон был акулой инвестиционного банкинга. Так что я надеюсь, он будет сегодня жесток с нашими участниками. Дальше с нами Эван Берфилд. Это представитель американского акселератора, а также сериальный предприниматель. Он нам сегодня даст взгляд со стороны как предпринимателя, как ментор многих американских стартапов. Давайте его поприветствуем. Непростая задача перед ним. Также с нами сегодня Игорь Табер и Максим Красных от Компонентал Кэпитал. Давайте приветствуем их, двух доблестных воинов венчурного капитализма. Так, подсказки мне не вылезли, так что я дам сейчас. А, вылезли подсказки. С нами сегодня Иван Смольников, генеральный директор Амби Лэнгвич Сервис. Давайте его поприветствуем. Спасибо, Иван. А также Анастасия Савина, вице-президент по коммуникациям. Важный человек в нашем деле. А также Станислав Филиппов. Грандиозно. Еще бы написали, где вы. Спасибо. Это представители академических структур. А также Баташан Михаил, компания 1С. Спасибо, Михаил, большое. Итак, я думаю, что достаточно у нас уже напряжения в воздухе. Давайте позовем первого участника. Надеюсь, он уже где-то здесь прячется. Компания Балакам. Компания Балакам. Напоминаю, условия у нас есть. Пять минут? У нас есть пять минут на выступление и минуты-две на вопросы. Вам будут показывать вот в этом углу, сколько у вас осталось времени. Хорошо. А презентация будет, да? А как листать? Вот эти, вот эти. Она не очень работает. Ну что, поехали? Добрый день. Меня зовут Женя. Компания называется Балакам. Мы разрабатываем систему поиска и рекомендаций прямых трансляций в интернете. То есть прямого эфира телеканалов, радиостанций, веб-камер. А самое главное, огромного количества пользовательских трансляций, когда люди транслируют в прямом эфире прям со своих мобильных устройств. В настоящее время каждый месяц только в Google приходит более полумиллиарда запросов, связанных с поиском прямых трансляций в интернете. Кроме того, с 2010 года наблюдается взрывной рост самого количества потоков, вещающих в прямом эфире в интернете. При таком большом количестве трансляций, при таком большом количестве разнообразия и количестве пользователей, которые их ищут, основной вопрос пользователя – это как и где найти трансляцию, интересующую его тему. Кроме этого, очень остро стоит вопрос, когда искать такую трансляцию, потому что это прямой эфир, который ограничен во времени. И чаще всего стоит вопрос, что искать, потому что очень сложно понять, что вообще транслируется сейчас в прямом эфире, не зная. Поэтому наш ответ на эти вопросы – это система, которая изучает интересы пользователя и на основе этих интересов рекомендуют ему все прямые трансляции в интернете, относящиеся к этой теме. Скажем, если это новостная тематика, это могут быть новостные трансляции в прямом эфире, это могут быть пользовательское вещание с мест событий на такую же тематику. Если это музыкальная тема, это может быть рекомендация концерта в прямом эфире, это может быть рекомендация возвращения радиостанции на эту же тему, какие-то программы в прямом эфире. Самое главное – система сможет уведомлять пользователя, скажем, через мобильное приложение, о начале трансляции на интересующую его тему, если эта трансляция начнется, скажем, когда-то в будущем или будет найдена наша система в будущем. В настоящий момент наши конкуренты – это либо традиционные поисковые сервисы, типа Google, у которых очень низкая релевантность поиска такого контента и нет никакой системы рекомендаций и уведомлений, которая абсолютно нужна в таких случаях. Либо это сами платформы прямого вещания, у которых очень низкий и узкий контент, которого просто недостаточно для удовлетворения широкого круга интересов пользователей. Монетизировать наш сервис мы предлагаем через рекламу на веб-сайте и продажу приложений для устройств Smart TV на совокупном объеме рынка в США более 2 миллиардов долларов в год. К настоящему моменту нам удалось создать и запонятовать саму систему поиска краулинга потоков, вещающих в прямом эфире. И в настоящий момент мы занимаемся разработкой системы рекомендаций, API для доступа к системе и самого интерфейса. Кроме этого, мы запустили демо веб-сайт по адресу findstream.com, где мы отрабатываем уже готовые части технологии. И в настоящий момент этот сайт уже превратился в отдельный сервис по рекомендации и поиску музыкального контента. Наша команда из Нижнего Новгорода, основатель команды профессор Крылов, серийный предприниматель, и большая часть инженерного, инженерная часть команды, либо бывшие студенты, либо работали с профессором Крыловым, поэтому это очень сплоченная команда в этом плане. У нас есть офис в США, коммерческий офис в США, и мы за последние полгода достаточно хорошо изучили рынок, провели ряд переговоров с потенциальными партнерами по распространению сервиса на территории Штатов. В настоящий момент нам нужно около 2 миллионов долларов для завершения создания продукта и полноценного выхода на рынок США. Спасибо за внимание. Две, чтобы задать вопросы, если они у нас возникли. Микрофон у вас на столе. Евгений, спасибо за презентацию. Хотел уточнить, на какой стадии находится сейчас проект, то есть готова ли технология, есть ли продажи уже какие-то, может быть, первые? Продаж еще нет. Мы, как я сказал, на демо-сайте отрабатываем определенные готовые технологии, и, в принципе, вот эта часть, та часть технологии, которую мы уже отработали, она готова для запуска на рынок музыкальный, на рынок, скажем, рекомендаций и поиска музыкальных сервисов, и, самое главное, на рынок аналитики, потому что наша аналитика, которую мы собираем по потоку в прямом эфире, в частности по радиостанциям, очень интересна игрокам музыкального рынка, лейблам, промоутерам музыкантов, и эта часть сервиса очень близка к рынку. Пока продаж у нас нет. Ну, пока нет, но мы ведем большое количество, мы ведем целый ряд переговоров, в том числе вот некоторые партнеры присутствуют здесь, прям, да, компания, компания Starindex. Компания Starindex – это наши партнеры по распространению музыкальной аналитики в России. Мы думаем, в принципе, и, может быть, и в мир с ними пойдем, пока не уверены. Да? Ну, у нас сейчас вот по музыкальной аналитике у нас 27 тысяч радиостанций, которые мы одновременно отслеживаем контент этих радиостанций. Но дело в том, что мы у разных потоков, мы, не у всех потоков есть униформные данные, и поэтому общее количество потоков в нашей базе, я думаю, превышает 100 тысяч. А поясните, что вы обрабатываете? Мы обрабатываем потоки… Вы звук обрабатываете, видео или что? Или вы текстовую информацию сопровождающую обрабатываете? Мы пока обрабатываем текстовую информацию и в некоторых случаях текстовую информацию, метаданные, в некоторых случаях динамические метаданные, которые вещаются бродкастерам о контенте этого канала. Еще немножко тогда по идее поясните. У вас есть… Понятно, что человек непостоянный. Он сегодня грустит, завтра радуется. Естественно, разные ему данные нужны. Вы как-то это учитываете в своем продукте? Вот мы сейчас как раз готовим систему рекомендаций и, в принципе, это будет какое-то либо логирование его действия на веб-сайте, либо его там интересы в Фейсбуке. Вот мы примерно из таких источников собираемся выяснять его интересы. Коллеги, у нас есть время на два последних вопроса. Соответственно, один вопрос от жюри, один вопрос из зала. Какие следующие этапы для своего бизнеса и какие два миллиона долларов, на что они пойдут? Следующая точка в нашем развитии – это, наверное, завершение… Во-первых, это запуск уже имеющихся части технологий на рынок, то есть связанной с музыкальным сервисом. И одновременно завершение создания вот того сервиса, к которому мы стремимся, то есть который будет включать и видеопотоки, и аудиопотоки на все различные темы. А два миллиона долларов – это, скажем, те инвестиции, которые нам будут нужны для запуска на рынок. Понятно, что это не все… То есть после двух миллионов долларов мы сможем, скорее всего, прийти к какому-то моменту, когда либо мы сможем заключить какое-то прям глобальное партнерство с кем-то, либо это будет продажа, либо нам будут нужны еще инвестиции для массового выхода на рынок. То есть два миллиона долларов – это, скажем, первая ступенька. У меня пара коротких вопросов. Значит, какая у вас схема монетизации, то есть на чем вы зарабатываете и как? И второй, ищете ли вы еще и видеозаписи этих вот онлайн-трансляций, а не только в онлайне? Ну, монетизация у нас либо через… планируется, либо через… То есть одновременно через рекламу на веб-сайте и через продажу приложений для Smart TV. Ну, плюс это будут какие-то отдельные функционалы в мобильном приложении, плюс это будет продажа аналитики, более мелкие. И второй вопрос у вас был… в записи мы не ищем. Ну, потому что это… во-первых, есть уже сервисы, которые ищут записанные видео, типа blinks.com. И как бы проблема, которую решают такие сервисы, недостаточно, скажем, остро стоит, как нам кажется. Спасибо большое. Давайте поприятствуем нашего участника номер один. Следующая выступающая компания – это Choyster. Я их видела в зале, так что компания Choyster. Ага, вот он. Алексей, ты один выжжь, да? Костя из зала. Добрый день, меня зовут Алексей. Я представляю проект Choyster. Со мной еще Константин, мой партнер. Он будет, если что, отвечать на сложные вопросы. Итак, Choyster. Choyster – это платформа, универсальная платформа для сбора, структурирования, обогащения и сравнения данных. Или Data Mining and Real-Time Tracking Platform. Итак, начну с проблемы, которую мы решаем. Мы решаем проблему сложного поискового запроса. Запроса, который требует получения определенного рода данных, сравнения этих данных. И расскажу ее на конкретном примере. Если вы ищете что-нибудь сложное, ответом на вопрос ваш не является просто адрес или картинка или еще что-нибудь, вводя поисковый запрос в традиционных полнотекстовых поисковиках, вы получаете массу ссылок, с которыми необходимо работать самостоятельно дальше. Мы решаем эту проблему… Да, то есть здесь приведены несколько вариантов запроса, которые как раз и требуют такого подхода. Значит, обычно пользователи заходят в поисковики, получают ссылки и дальше его ручная работа заключается в том, чтобы найти необходимую информацию. Если с первого раза вы не нашли, вам нужно сравнить, вам нужно откуда-то, куда-то это переносить, делать Excel-табличку, записывать это на бумаге и так далее. И ситуация существенно усложняется, если вам необходимо это делать регулярно. Ну, например, мониторить какой-то сегмент рынка. Или вы сразу же не нашли интересующую вашу товар и услугу, и вам нужно зайти на следующий день и посмотреть еще раз. Итак, Чойстер. Чойстер – универсальная платформа, которая позволяет это, все то, что я сказал, делать. Но наша отдаленная цель – это создание универсальной платформы, которая позволяла бы структурировать даже нишевые рынки, такие как хобби или небольшие коммерческие рынки. При этом мы запустились на первом рынке и опробовали нашу технологию – это рынок недвижимости в России. И сейчас запускаем следующую версию продукта на рынке education в Соединенных Штатах. Рынок недвижимости существенно более структурирован, чем рынок образования. Поэтому это был наш первый шаг. Рынок образования – это больше челлендж для нашей системы, так как данные существенно более разнородные, находятся в различных форматах и требуют больше технических действий со стороны наших парсеров. Итак, Чойстер позволяет быстро ввести сложный запрос. Для этого существует целая система подсказок и заданных параметров заранее. И дальше вы получаете не ссылки, а сразу же получаете данные. Причем данные, можно, естественно, работать с ними в любых форматах, то есть накладывать их на карту, отображать в виде таблиц, там диаграмм. Осталась одна минута. Вы отслеживаете прайс тренда и так далее. Еще одной особенностью нашей платформы является обогащение данных. Мы сводим данные из разных источников, как вот, например, с квартирами. Мы показываем, допустим, всю инфраструктуру района или вычисляем целый ряд параметров, удаленность одного объекта недвижимости, допустим, от метро, парка и так далее. Как это работает, долго рассказывать не буду, но ключевой технологией в нашей системе являются смарт-парсеры, которые позволяют автоматизировать процесс сбора информации. А смарт они, потому что мы используем инструменты машинного обучения, которые позволяют действительно обучать наши парсеры. Чем больше информации мы через них пропускаем, тем более умными они становятся. Мы работаем на различных рынках. О нескольких из них я вам рассказал. И дальше мы идем в сторону, скажем так, незанятых рынков, где мы можем создать тот или иной продукт, который позволял бы этот рынок структурировать. Про наших конкурентов тоже долго рассказывать не буду. Ваше время вышло. Ваше время и стекло. Ну, я надеюсь, тогда, задав вопросы, тебе удастся ответить на какие-то недорассказанные вещи. Уважаемые жюри, есть ли у вас вопросы? Компания Чойстер. Друзья, коллеги из зала, вы можете задать вопросы, сейчас я к вам подойду. Добрый день. Вы сказали, вы уже запустили российскую версию по реал-эстейту. Можете сказать два слова? Какой успех, какой тракшн, как им пользуются и так далее? В самом конце прошлого года мы действительно запустили реал-эстейт в России. Этот продукт находится сейчас в стадии бета-тестирования, который мы в ближайшее время планируем завершить. Мы собрали самую большую базу объектов недвижимости по Москве и Московской области, пока мы исследуем только этот рынок, и, соответственно, потому что собираем его с большинства сайтов-агрегаторов и сайтов конечных агентств. Второй челлендж, который стал перед нами, самая большая, это не значит самая хорошая. Поэтому мы провели большую работу по улучшению качества этой базы, склеиванию дублей и так далее. Добившись того, что мы можем сказать, что это одна из самых лучших баз объектов недвижимости на сегодня. С точки зрения посещаемости, наш ресурс активно растет. И сейчас мы внедряем инструменты для профессионалов рынка, которые же являются в конечном итоге для нас инструментами монетизации. Это инструменты для агентов недвижимости, кабинет и тому подобные вещи. У нас есть вопросы зала. Добрый день. Вопрос такой. Насколько я понимаю, вы все-таки не первый, кто задумывается над этой проблемой, не единственный, кто работает в этой области. Очень коротко скажите про ваших конкурентов, то, что вы не успели. И достаточно четко сообщите вашу роль. Вы кто там? Первый, в середине? Или пока начинаете? Спасибо за вопрос. Мы действительно стартап, поэтому первыми уж себя точно. Пока назвать не можем, но мы к этому стремимся. Смотрите, с точки зрения наших конкурентов, то мы работаем в пространстве, где работают мета-поисковики, я прошу прощения, это неправильное слово, вертикальные поисковики, такие как, допустим, Яндекс.Недвижимость. Также мы работаем там, где работают агрегаторы. И поэтому, условно говоря, сайты, которые сейчас агрегируют объявления по недвижимости, их тоже можно отнести в эту категорию. Наверное, отчасти нашими конкурентами являются и сайты объявлений. Но это только отчасти. С другой стороны, мы являемся площадкой, которая приводит им трафик. Поэтому можно сказать, что с одной стороны мы конкурируем, с другой стороны мы, собственно говоря, партнеримся. Уважаемый жюри, если у вас есть вопросы, давайте последний зададим. И у нас следующий. Какой объем рынка у вас? И хотя бы по недвижимости. Что касается объема рынков, то, конечно же, каждый раз, когда мы выходим на тот или иной рынок, мы оцениваем его объем. И он различный. То есть нельзя сказать, что наша компания работает на одном рынке. Если посмотреть на рынок education, который сейчас для нас является максимально приоритетным интересом, то это просто миллиарды долларов. Рынок образования в Соединенных Штатах сейчас превышает рынок вооружения. В первую очередь потребление лидов. Дело в том, что рынок education в Штатах входит в пятерку точно, а может быть даже в четверку рынков, которые потребляют лиды. Соответственно, вот на основе этого мы и планируем монетизировать наши сервисы. Спасибо, Алексей. Давайте поприветствуем и позовем нашего следующего участника. Инген Ахмасон. Не буду врать. Компания Fitting Reality. Всем привет. Инга Нахмансон. Компания Fitting Reality. Я сооснователь генерального директора. Приятно видеть здесь знакомые лица. Мне будет помогать Алексей, специалист из видеоподдержки. Компания Fitting Reality занимается виртуальной, примерочной, на базе технологии дополненной реальности. Для того, чтобы не объяснять словами, Алексей поможет мне показать, как это работает. Сейчас мы находимся на тестовом веб-сайте, на котором собраны вещи из магазинов, в среде которых мы проводим раннее тестирование нашего продукта. Сервис работает по нажатию кнопки Try On. Пожалуйста, Алексей. Эта кнопка позволяет человеку загрузить свое фото. Можно другие вещи померять. Закрыть это окно. Мы не усложняем этот процесс. Человек просто загружает свою фотографию. Технология, которая стоит за этим, достаточно сложная. Сейчас, пожалуйста, например, другую вкладку, сам адрес, там сверху что-то. Она просто более яркая. Мне нравится. Можно комбинировать вещи. Алексей, если вы закроете это окно, пойдете в топик, пожалуйста. Девушка сфотографирована в купальнике. Здесь это видно. Следующий слайд. Да, да. Здесь комбинирован виртуальный топ и виртуальная юбка. Основной челлендж у нас был, это добиться низкой стоимости. Низкой стоимости создания виртуальных вещей и скорости. Для того, чтобы делать это быстро и очень-очень недорого. Если говорить о скорости, то мы создаем такие вещи в течение 10-30 минут. У нас есть собственный энджин, который похож на программу по конструкции вещей дизайнерами. Стоит это для магазинов порядка 7 долларов. Создать одну вещь и положить ее к нам на сервер, чтобы можно было одеть ее на всех людей, которые добавят свои фотографии. Алексей, закройте, пожалуйста, это окно. Соответственно, кнопка, которую мы интегрируем, доступна в виде JavaScript кода, и все операции производятся у нас на сервере. То есть, если говорить проще, мы берем голую фотографию, а назад отдаем одетого человека. Это можно делать на мобильном устройстве, в приложении Facebook, на веб-сайте, как в этом примере, или, например, на киоске. Теперь вернемся к моей презентации. Кто наши клиенты? Наши клиенты все те, кто продает одежду. В первую очередь, это интернет. Я вызвала такой смех. Мужчины, вы тоже сможете померять вещи, не волнуйтесь. Никакой дискриминации. Дети, женщины. Ваши вопросы сможете задать позже. Пожалуйста, наши клиенты… Осталась одна минута. Наши клиенты – это все те, кто продает одежду. Мы помогаем им увеличивать продажи, увеличивать средний чек. Наши первые тесты говорят, что мы не только увеличиваем продажи в виде среднего чека, но и позволяем конвертировать просто браузер посетителей сайта в реальных покупателей. Потому что люди начинают ассоциировать себя с этими вещами. Они видят вещь на себе, и это уже как творчество. Они уже не могут отказаться от этой вещи и хотят ее купить. Собственно, как это выглядит конкурентом. Это очень горячая тема. Много кто решает эти вопросы, пытается сделать виртуальную примерку бизнесом. Работают в области сенсоров. Microsoft Kinect. Мы тоже с ним работаем. Работают в области различных роботов, как некоторые компании. На роботах примеряют вещи. Мы находимся в топе среди этих игроков. Ваше время истекло. Ваше время истекло. Да, волшебный микрофон. Уважаемые жюри, давайте поможем Инге закончить ее презентацию, зададим какие-то вопросы, если вы думаете, она не успела на них ответить. У нас есть две минуты с вами. Я не совсем понял. Вы сначала сказали, что вы виртуал реалити, которая под собой подразумевает использование технологий подобных Kinect, а потом во время презентации сказали, что вы просто загружаете фотографии и сверху на фотографии. Может, я не совсем понял. Скажите еще раз. Мы работаем, да, микрофон? Вообще, если говорить так четко, дополненная реальность, это даже если я совмещу в руках две картинки. То есть здесь Kinect просто является сенсором, который позволяет, скажем, снимать некоторые измерения точнее, чем веб-камеры. Если мы используем просто фотографию, мы преодолеваем главный барьер. Это что у людей нет сенсора в домашнем использовании пока, но у всех есть фотографии. И поверьте, с точки зрения технологии это было более сложно, чем работать с сенсором. Вы не успели рассказать про конкурентное преимущество, а именно, чем вы лучше конкурентов. Вот я вам даю эту возможность. Это здорово. Ну, я говорю о моих любимых конкурентах, могу их даже назвать. Это компания Fits.me. Они делают примерку на роботах. То есть есть физический робот, который стоит в фотостудии. На него одевают реальную вещь, затем ее фотографируют в разных измерениях. Стоимость оцифровки вещи несколько сот евро. Вещь нужно доставить со склада, доставить и так далее. Наше основное преимущество – это низкая стоимость оцифровки вещи, низкий порог входа для айтейлера. Они могут взять нашу технологию, поставить кнопку на сайт и попробовать, как это работает для их аудитории, не платя больше, чем 100 долларов в месяц. Понимаете, все новые технологии упираются часто в стоимость. Мы старались первым делом снизить стоимость для наших клиентов, а затем уже играть с технологической совершенностью продукта. Таким образом, наше преимущество – это цена. В первую очередь. И доступность для пользователей во вторую. Потому что мы не просим человека вводить сложные мерки. У людей нет дома лент измерительных. Люди не имеют вещи, не вводят свои данные, о них не знают. Другие наши конкуренты зугара, они работают с L-Time видеопотоком, распознавая лицо человека. Но для этого человек должен отходить от ноутбука на 4 метра или на 3 метра. Представьте себе девушку в обиденный перерыв, которая скрывается от своего шефа и покупает одежду. Понятно. Вы совсем подробно, похоже, у нас нет возможности говорить. Вы можете кратко ответить, как выглядит качество вашей работы? Я имею в виду точность примерки. Потому что те примеры, которые были показаны, на мой взгляд, я бы эту кофточку не купила никогда. После такой примерки. А вы же хотите продавать тем людям, которые хотят продавать эти кофточки. То есть вы, тем не менее, позволите им продавать эти кофточки? Точность примерки, она будет высокой или нет? Мы можем с вами после сессии обсудить более детально, потому что в одно предложение ваш ответ не уложить. Мой ответ не будет ложен. Давайте после попытки прообщаемся. Вопросы, так сказать, этапов и партнеров, которые вы сейчас имеете. У нас очень большие, скажем так, много запросов от клиентов со всего мира, из Китая, из России, из Индии. Мы сейчас делаем это с русскими клиентами, потому что мы ближе к ним. У нас уже сейчас подключено 8 магазинов, которые это с марта этого года, которые начали мы подключать после того, как стали готовы с технологией. Мы на это лето планируем несколько, скажем, офлайн мероприятий, потому что технология работает на киосках также. Ну, в общем, получаем данные, собираем информацию, улучшаем продукты относительно фидбэка клиентов. Спасибо, Инга, большое. Давайте поблагодарим нашего смелого предпринимателя. Микрофончик я заберу. Приглашается компания Sportland Me. Ага, вот она, к нам идет на сцену. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я представляю проект Sport and Me. Это интернет-платформа спортивных соревнований. Ну, пару слайдов вводных. Миллиарды людей думают о спорте каждый день. Они думают как спортсмены, думают как любители, как фанаты, думают как родители детей, думают как друзья, думают как тренеры и так далее. При этом суть спорта в соревновании, суть спорта в достижении каких-то результатов, возможности проверить себя, проверить свои силы. И миллионы людей ежедневно участвуют в соревнованиях. При этом само спортивное соревнование как мероприятие достаточно сложную структуру имеет. И получая новые свои возможности в социальных медиа с использованием современных технологий, существует три этапа развития спортивных соревнований. Это огромная работа организаторская до мероприятия. Это само непосредственно спортивное мероприятие. А также существенная часть после мероприятия, в которых и потребителями спортивного организатора, потребителями контента спортивного являются большое количество людей. Не только сами спортсмены, но и друзья, фанаты, родители, как я уже сказал. И огромное количество сервисов вокруг этого необходимо выстроить спортивному организатору. Как решается эта проблема? Я начну немножко по-другому с наших конкурентов. Это решается путем создания собственных сайтов, что сложно, дорого и имеет свою специфику. Это решается путем создания комьюнити внутри социальных сетей. Это Facebook, ВКонтакте, специализированные социальные сети для спортсменов. Это решается, но это не функционально. Это решается дорогими платными сервисами, которые предназначены для профессионалов. И это решается сервисами для команд, которые создают маленькие комьюнити, которые между собой никак не связаны. Мы же предлагаем новый подход. Он состоит из двух частей. в первую очередь мы предлагаем сервисы маркетинга и менеджмента для спортивных организаторов, которых порядка 500 тысяч по всему миру, которые позволяют им создавать профессиональный контент, которые позволяют им проводить менеджмент мероприятия, выдавать информацию, передавать ее на уровень участников соревнований и потребителей этого контента. С другой стороны, мы предлагаем социальную сеть для спортсменов, которая создает, генерирует контент, который им интересен, позволяет обмениваться большим потоком информации. Таких людей порядка миллиарда, которые заинтересованы в таком сервисе. Как пример профессиональных сервисов, которые мы можем предложить. Это приглашения, это платежи, это расписание, обсуждение, публикация виджетов на любые сайты, на сайты СМИ, которым не нужно будет собирать информацию вручную, на сайты существующих организаторов, министерств и так далее. Для игроков мы также предлагаем большое количество сервисов, позволяющих найти команду, получать уведомления и так далее. Мы уже собрали прототип, в котором подключили около 30 соревнований по футболу. Сейчас мы подключаем самый крупный российский турнир, 144 команды, около 3000 игроков и этот турнир будет проводиться в нашей платформе. Основная монетизация это реклама, премиальные аккаунты, специальные проекты, онлайн магазин. Мы говорим про рынок мировой, но начинаем мы с России. Российский рынок рекламы порядка полутора-двух миллиардов долларов. Наша команда из двух сооснователей. Мы сами играем в футбол, играем в теннис, играем в шахматы профессионально, участвуем в турнирах. Мы знаем эту реальную проблему. Что мы ищем? Мы ищем менторов, мы ищем GR-поддержку, мы ищем партнеров и имея на сегодняшний момент раунд инвестиций, мы начнем через 6 месяцев искать новый. Поэтому мы открыты к сотрудничеству. А также мы ищем людей. Если вам интересно участвовать в интернет-классе, время вышло. Вы первые, кто у нас уложились 4 минуты. Здорово. Господа, члены жюри, есть ли вопросы к Гавану? Может быть, коллеги из зала? Кто-то уже хочет присоединиться? Кто вообще как-то связан со спортом? Кто играет? Микрофон, говорите. Можно поднять руки, кто реально хоть как-то связан со спортом? Играет, смотрит, участвует в соревнованиях? 50%? То есть 50% аудитории, ну 30% хорошо процентов. Аудитория, причем она не... Стартаперы, не спортсмены, я хочу сказать. Ну да, это не ваша ключевая аудитория. Даже среди нас есть существенная часть. Вопрос можно? То есть ключевой сегмент, на который вы ориентируетесь, это не профессиональный спорт, а... Абсолютно верно. Мое понимание, что в этом сегменте бюджеты и финансовые возможности организаторов относительно низкие. То есть за это готовы вообще платить и насколько большой этот... Совершенно верно. Да, я вернусь на два слайда назад по монетизацию. Именно понимая, что рынок профессионального спорта готов платить, а мы идем на рынок непрофессионального спорта, основная наша идея это монетизация на рекламе. Так как огромное количество людей будет участвовать в соревнованиях, оно хочет потреблять контент, оно хочет понимать статистику свою. Они будут достаточно регулярно ходить, использовать наш сервис, нашу платформу. При этом основные все функции для организаторов, они будут бесплатными. И только лишь для тех организаторов, которые готовы платить за определенные сервисы. Понятно, что это будет с определенного уровня организаторов, и таких будет не очень много. Мы таким предложим дополнительные премиальные сервисы. Можно вопросик еще? Иван, спасибо большое. Интересно достаточно. А вы не могли бы чуть подчеркнуть фокус в чем? Что является ключевым приоритетом? Потому что было много перечислено всяких вещей, интеграции, возможности монетизации. Все-таки что флагман? С точки зрения продукта? Ну, с точки зрения монетизации, окей. Да, я бы выделил две части все-таки. Первая часть, то, куда мы сейчас идем. Мы делаем сервисы для организаторов. То есть наша первая аудитория, с которой мы сейчас работаем, это спортивные организаторы. Начиная от министерств, комитетов спортивных, коммерческих организаторов по разным видам спорта, по командным видам спорта прежде всего, любительским организациям, школы, вузы. Это все команды, которые организуют соревнования. Вот для них мы создаем сервисы, позволяющие им создать комьюнити людей, которые участвуют в соревнованиях. Это самый первый фокус. Второй фокус в том, что как только эти комьюнити будут созданы, и люди начнут участвовать в соревнованиях, которые проводят наши клиенты, они захотят получать дополнительные сервисы. Такие, как найти команду, найти соперников, найти площадку, получать уведомления о том, что будет происходить через неделю, когда у меня игра. Они захотят получать фото, видео, материалы на соревнованиях, в которых они участвуют. Соответственно, они хотят получать статистику об участии в собственных соревнованиях. Ведь каждый организатор ведет собственные системы статистики. Мы предлагаем, если человек участвует в 10 разных мероприятиях, по нему автоматически будет собираться статистика со всех турниров, в которых он… Спасибо, Иван, большое. У нас время истекло. Так что давайте привесим Ивана. И я приглашаю следующую команду SuperApp. SuperApp.ru Да, презентация есть? Всем привет. Меня зовут Стас, и я представляю SuperApp. Уже несколько месяцев мы с ребятами строим сайт, на котором люди смогут находить и покупать действительно классные вещи, а также рассказывать о них. Бывало с вами такое? Вот сидишь в ВКонтакте, просматриваешь классные штучки и вдруг натыкаешься на действительно супертовар, который тут же хочется купить. А там нет ссылки на магазин. И хуже всего. Даже названия нет, бренда или что это вообще. Мы, как люди, часто покупаем товары импульсно. Просто увидели красивую вещь и тут же захотели ее купить. Такой тип покупок называется незапланированными. Но основная проблема с незапланированным шоппингом в том, что это действительно должны быть классные вещи и желательно которые должны рекомендовать люди с хорошим вкусом. И тут мы приходим к проблеме того, что нет такого сайта, где можно получать эти рекомендации. И для полного счастья этот сайт должен еще иметь возможность тут же оформить покупку, чтобы импульс не пропал. Дамы и господа, я представляю вам SuperApp. SuperApp это три в одном. Микроблок товаров, Marketplace и виш-листы. Бизнес-модель простая и гениальна. Сначала пользователи добавляют действительно классные вещи, которые им нравятся на сайт. Продавцы выбирают из этих товаров те, которые они готовы продать. А мы получаем комиссию. Таким образом создается фантастическая ситуация. Сначала на сайте формируется спрос, который можно количественно измерить. Далее под этот спрос подстраивается предложение. Классно, не правда ли? Экономика проекта в следующих цифрах. Средний чек составляет 2000 рублей в нашей индустрии. Оценочная ценность клиента пожизненная – 4500 рублей. Стоимость привлечения одного клиента – 600 рублей. Как вы все знаете, индустрия интернет-торговли в России растет невероятными темпами. За последний год было продано товаров через интернет на 405 миллиардов рублей. 20% из этих покупок как раз были незапланированными. И это наш целевой рынок, который в прошлом году был в 80 миллиардов рублей и по прогнозам должен увеличиться в два раза к 2015 году. Конкурентов мы разделили на три группы. Первая – это Pinterest и подобные сайты. Наше преимущество в том, что мы фокусируемся только на тех вещах, которые тут же можно купить. Вторая группа конкурентов – это агрегаторы товаров вроде Яндекс.Маркета. Наша сила в наличии глубокого социального взаимодействия между пользователями, которое как раз и позволит находить и открывать для себя новые прекрасные товары. Третья группа конкурентов – это американские аналоги со схожей бизнес-моделью. Наше преимущество перед ними в локализации. В частности, мы будем работать с наличными платежами, которые составляют 60% всей интернет-торговли в России. Команда состоит из пяти человек. Трое из них – сооснователи и обладают абсолютно разной специализацией. Это менеджер проекта, технический директор и дизайнер. Также есть два наемных разработчика. Все члены имеют многолетний опыт работы в интернет-проектах. По мере разработки нам повезло, и мы смогли получить помощь от важных и действительно экспертов. Эти люди дают нам советы по развитию проекта и уменьшают риск совершения ошибки в будущем. Текущая версия доступна по ссылке. Сегодня мы открываем заявки на приглашение на сайт, так что добро пожаловать. Меня зовут Стас, подписывайтесь на меня на Супер Апи. Всем спасибо большое. Давайте вопросы. Супер вопросы для Супер Стаса. Сейчас из зала тоже дадим возможность. Давайте мы джюри сначала дадим возможность высказаться, а потом я к вам подойду. Стас, спасибо большое. Хотел уточнить, как увязывается спонтанность покупки с запланированным походом на сайт Супер Апи. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это лучший. Очень легко увязывается. Мы сейчас, в России имею в виду, дошли до того уровня, когда у людей действительно появился вопрос, проблема, а что мне купить сегодня? Все, что нужно есть, но остался... Единственное, да, что осталось. Да, остался доход еще, который очень хочется тратить. Ведь ничто так не радует людей, как к совершению шопинга. Ну, как многие это могут отрицать, но это факт. Просто у всех свои вкусы. Поэтому, да, нужны такие сайты. Я это по себе точно чувствую. Да, Аня, пожалуйста. Я не совсем поняла. Сперва возникает вышлист. Потом те, кто могут продать, как вы сказали, предлагают делать свои предложения. Как они об этом узнают? Они тоже туда все... Супер вопрос. Когда пользователь любой добавляет товар, который он считает супер, он указывает ссылку, собственно, откуда мы должны взять картинку. Ведь это должно быть просто. По ссылке мы уже знаем домен. Мы знаем, что это за магазин. И этот магазин в ту же минуту получает информацию. Ну, может быть, не в ту же минуту. Когда мы копим статистику, видим, что товар популярный добавили, он получает информацию. 10 тысяч человек считают, что вот этот ваш товар супер. Продайте им. Так может, а вы вообще встраиваетесь в сайты каким-то образом? То есть как вы... Есть план, но это не первый, не второй шаг. Но идея есть. А то просто непонятно. Действительно, вот как Максим заметил, нужно сначала узнать о вашем существовании. и как-то... То есть мне не очень понятна логика пока. Вопрос, как продвинуть или... Вопрос, насколько... В легкости совершения покупки. Одно дело, когда у меня есть еще одна кнопка на Амазоне, или там в Фейсбуке, или там ВКонтакте, а другое дело, когда я должна знать про какой-то сайт. Каким образом вы... Этот сайт, он по сути должен стать некой нишей в вашей жизни. То есть там Google — это поиск, ВКонтакте — это фотки. Запомните это имя. А товары — это, соответственно, суперап. То есть вы туда будете заходить за тем, чтобы, ну, может быть, в подарок что-то кому-то купить или себя порадовать. И, соответственно, там же должна быть покупка. Вы не должны уходить на интернет-магазин или там 50 интернет-магазинов, где надо регаться за нам. И вот это как раз раздражает. Сейчас давайте из зала дадим возможность людям задать вопрос. Тоже аттаж, видите, возник какой. У девушек особенно. Спасибо большое. Вот вы сказали, что сначала пользователь, он находит в интернете какую-то интересную картинку, ту вещь, которую он очень хочет купить и скидывает ее вам. А вы по этой ссылке находите именно тот интернет-магазин, где можно это купить. Так получается? Не совсем так. Объясните, пожалуйста. Здравствуйте. Пользователи создают контент. Они добавляют те товары, которые они хотят посоветовать другим купить. Большинство людей, они потребляют контент, они его не создают. 90% пользователей, они будут захотеть просматривать ленту и отмечать то, что им нравится. Они не будут добавлять товар. Но ваш вопрос напомнил мне об очень интересной нише, которую мы нашли. Она связана с регионами. В регионах тоже появились люди и в большом количестве, которые хотят… До этого их там не было, которые хотят покупать красивые вещи, но недорогие, собственно. И возникает после этого проблема как раз отсутствия вот этих классных товаров в моем городе, особенно если это небольшой город. Соответственно, мы будем тоже брать на себя эту функцию доставки супертоваров. Господин, давайте дадим возможность еще двум людям задать вопрос. Один, я так вижу, в жюри хочет, правильно? Задать вопрос? Пожалуйста, на какое количество единиц товаров рассчитан ваш каталог? Это будут десятки, сотни, миллионы? Даже как такового каталога не будет. Это будет Twitter товаров. То есть он будет постоянный такой онлайн-журнал, лента бесконечная. Соответственно, бесконечное количество. Ну, вы ни на чем не специализируетесь. Не специализируемся. После общения с определенным количеством срывой аудитории мы поняли, что женщин больше всего сегодня интересуют три вещи. Это одежда, интерьер и все, что связано с кухней. Мужчины, в свою очередь, это тоже. Какая новость, да? Да. Соответственно, мужчины тоже одежда, гаджеты и что-то связанное с рабочим местом. Соответственно, вот с этих категорий мы и начнем. Давайте еще один вопрос. Стаса, во вкусе, то, что 2-3 этих вещей появляются на западном рынке раньше на полгода минимум, чем в России. То есть вы как это будете следить, то, что ссылки будут там, не знаю, айфону 6, а он только серая поставка в России. Или допустим, ну вот гаджет это 100%, потому что это факт, то, что все стартуют в России, в Европе позже, чем на американском рынке на месяца. Закон мы нарушать не будем. Что касается поставок из-за рубежа, соответственно, у нас будет равнозначное предложение в интернет-магазин на западе, судя по всему, он доходится. Соответственно, если они готовы нам 50-100 штук товара или еще сколько-то привезти, соответственно, будем работать. Но в случае с такими поставками, я думаю, речь будет идти только о стопроцентной предоплате. Спасибо, Стас. Коллеги, жюри, если у нас есть один вопрос, да, Эван? Последний. На какой вы сейчас стадии? Сколько капитала вам потребуется, чтобы достичь этапа, когда у вас в маленьком масштабе будет работать ваша модель? На стадии запуска, то есть сегодня у нас появилась эта страница. Для проверки работы бизнес-модели, я думаю, это будет два шага. Первый – это пробные продажи без полноценной платформы продаж. На это нам потребуется порядка трех-четырех месяцев. Для полноценного запуска всей платформы продаж, чтобы добавить в корзину, полноценный функционал, для этого нам потребуется семь месяцев. Ориентировочные цифры это 700 тысяч долларов, чтобы все запустить и проверить. Спасибо большое. Давайте пожелаем Стасу успеха и удачи. Следующий участник нашей пич-сессии это компания Ubik Mobile. Прошу пичующую выйти на сцену. Человек в желтой футболке. Давайте его подбодрим. Он как-то неуверенно выходит. Микрофон на сцене уже. Я, похоже, буду единственным, кто говорит по-английски, потому что я так понял, что нужно говорить по-английски. Меня зовут Юрий, я маркетинговый директор Ubik Mobile. Ладно, хотя я не тренировался. По-русски я говорю. Ну, если что, я вас буду переводить. Хорошо. Окей. Да, наш брак называется Ubik Mobile. И мы решаем следующую проблему. Сейчас в мире очень много мобильных приложений. не только для пользователей, не только для таких как домашние пользователи, которые скачивают игры и всякие рингтоны, но и для бизнеса. Бизнес-приложения имеют все компании от среднего и большого размера. Проблема в том, что создать приложение для мобильных устройств достаточно сложно. сложнее, чем создать обычное приложение. И, кроме того, есть много разных платформ, у которых нет единого общего знаменателя. Apple, Android, Windows Mobile. Поэтому это становится в три или еще в более большое количество раз сложнее, чем сделать это для обычного компьютера. Что мы предлагаем? Мы предлагаем подход написал один раз и будет работать везде. Мы решаем проблему сложности, давая программисту возможность написать код на Microsoft.NET, который будет работать на всех мобильных устройствах. Кроме того, мы решаем прочие проблемы. Приложением надежно работать в сетях со слабым сигналом, мы поддерживаем простые телефоны, такие как Java-телефоны, и мы сжимаем трафик, что позволяет экономить трафик, что особенно важно в роуминге. Рынок, которым адресуем, называется Mobile Backend as a Service. Это новый рынок, растущий в 2017 году, он оценивается до 7,5 миллиардов долларов. Нашими заказчиками являются команды разработчиков, которые делают мобильные приложения для бизнеса, и также команды In-house, которые работают в каких-то крупных компаниях. не обязательно программистских, я имею в виду. Технически это выглядит как плагин для Visual Studio, плюс есть такой очень большой развесистый рантайм, внутри которого содержится вся основная магия. Технически приложение, которое работает на клиенте, это ультра-тонкий клиент, вся логика находится на сервере, сервер находится в облаке, что позволяет масштабировать приложение неограниченно. Небольшой пример как это выглядит на простом Java-телефоне. У нас есть несколько наших ноу-хау, которым мы гордимся, собственный сетевой протокол, который оптимизирован для мобильных сетей, автоматическое управление состояниями, которое позволяет как раз работать при разрывах соединений, оригинальный метод представления графической информации и так далее, прочее, которых нет у наших конкурентов. Конкурентов достаточно много, основной называется Octopo, тоже российский стартап, но у них нет ни автоматического управления состояниями, то есть они будут плохо работать. Осталась одна минута. Осталась одна минута. Радость. Да, прошу прощения, Octopo, у которого нет поддержки простых Java-телефонов, нет управления состояниями и так далее. Бизнес-модель простая, продажа лицензий и платная поддержка, и мы рассчитываем получать до 100 миллионов долларов до 2017 года. Наша команда, CTO с 25 годами в IT, профессор Терехов наш научный руководитель, ну и я, у меня уже есть предыдущий бизнес Белкософт, который я поднял от стартапа до всемирно известной компании, а в этом бизнесе я директор директор по маркетингу. Запрашиваем мы 800 тысяч и один доллар в обмен на 25 процентов акций и в основном это все будет потрачено на маркетинг, разработку и остальные деньги, которые от этого останутся, вот на что будут потрачены. Спасибо, я готов ответить на вопросы. Ага, то есть давайте вам показал, дадим вопрос, возможность задать. По функционалу можно поподробнее, что умеют ваши приложения, чем они отличаются от конкурирующих сервисов, потому что таких в принципе много. И правильно ли я понял, в вебе вы разрабатываете, можно разрабатывать пользователю приложение свое или это средство программирования, там SDK какой-то нужный и так далее? Это плагин к студии и основной секрет кроется в том, что работает на сервере, то есть это приложение очень тонкое, грубо говоря, это одно приложение, которое может быть любым приложением. То есть оно качает… Ну, да, да, да. Среды. Вот, то есть грубо говоря, очень-очень-очень тупой клиент, который единственное, что знает, это как показывать информацию. Такой вот вопрос. Для каждой платформы мобильной, Apple, Android, Windows Mobile, есть свои особенности интерфейса. Чисто нативный и естественный интерфейс приложения для iOS отличается очень серьезно от последнего Windows Mobile. как вы этот момент будете учитывать в своей разработке? Да, естественно, для каждой мобильной платформы должен быть написан собственный клиент, который в идеале умеет подстраивать вот этот интерфейс под конкретную платформу. То есть, естественно, будет для каждой платформы собственный клиент, ну, уже есть, вот, а серверная часть будет общая. У нас, по-моему, жюри хотел задать вопрос. Да, у меня вопрос. Скажите, как много, по крайней мере, в России таких разработчиков мобильных приложений, которые были бы готовы заплатить вам? То есть, те деньги, которые вы ожидаете получить. Вы оценивали рынок, объем рынка и готовность платить? Ну, готовность пока еще не оценивали, но вот есть оценки до 30 тысяч пользователей в России, до 900 тысяч пользователей в мире. Ну, нет, я имею в виду тех, кто готов заплатить. А это для профессиональных разработчиков вы делаете платформу? Ну, C-Sharp, все, кто сумеет освоить C-Sharp. У нас есть еще один вопрос. О каких суммах идет речь? То есть, сколько обойдется пользование вашей системы для разработчиков? Мы планируем несколько, ну, три сейчас планируем редакции от 199 долларов до 2,5 тысяч для корпоративной версии. Но есть там миллионы разных вариантов. То есть, есть кастом, ну, идея делать под крупных заказчиков за какие-то более серьезные деньги. Но то, что мы просчитывали, это от 200 до 2,5 тысяч долларов. Можно вопрос? Я так понял, что это некое подобие тонкого клиента, да, ведь? Да, это он и есть. Каким образом оффлайн реализован все-таки? Ну, есть у вас приложение, там, не знаю, любое приложение, которое требует связи с сервером, да? У вас пропала связь, как вы на это реагируете? Приложения все у нас онлайн. Вот, но когда появляется связь, оно будет уметь восстанавливать предыдущее состояние за счет того, что сервер все помнит, что было до того. Да, да. не-не-не-не, тут ситуация такая, вот это приложение, которое программист напишет, то есть мы не будем ничего загружать. Мы предоставляем инструмент для того, чтобы это приложение сделать. Да, нет, тот разработчик, который сделает приложение с помощью нашей платформы, он его загрузит в App Store и все будет хорошо. То есть будет единственное приложение, которое будет делать единственную его функцию, а не все… Господа, предлагаю в оффлайн вывести эти обсуждения, потому что они достаточно узкие. и у нас время ограничено. У нас есть один вопрос по существу. Эван? Да. Какой целевой рынок вы видите? Это краудспейс или мировой рынок? Вы разработчиков ищите везде или только в России или также за пределами России? Какие у вас целевые? Я забыл сказать, что мы нацеливаемся на глобальный рынок и в основном мы хотим сделать упор на развивающиеся страны, где еще и инфраструктура плохая и джава-телефоны тоже распространены. Вот. Рынок действительно большой и не новый, но вот именно это направление, оно достаточно еще пока неизведанное и на нем игроки это в основном стартапы. То есть мы тут еще не опоздали. Спасибо большое. Давайте поблагодарим наше выступающее. Я приглашаю следующего участника. Это компания Викрон или Викрон. Ага. Компания Викрон к нам идет. Добрый день. Я представляю компанию Викрон. Продукт нашей компании это робот удаленного присутствия в обыдке. Вот он показан на презентации. Назначение нашего робота это удаленное наблюдение за событиями, разговор с окружающими людьми. Также робот может передвигаться по окружающему миру со скоростью неспешно идущего человека. На этом слайде представлен состав нашего робота. Как можно видеть, он представляет из себя мобильную платформу, которая может перемещаться по плоскости. Наверху платформы находится голова, которая может вращаться в двух плоскостях. В вертикальной на 300 градусов и в горизонтальной. Поворот на 300 градусов вместе с углом обзора камеры обеспечивает круговую видимость вокруг робота. Также наш робот оснащен камерой нижнего вида. Вот она представлена снизу, желтая. Это сделано для удобства передвижения в замкнутых пространствах, где много столов, стульев, вот как, например, здесь. Оператор смотрит под колеса и видит, как им объехать препятствия. Кроме этого, на роботе установлены системы Парктроник, аналогичные подобным системам в автомобилях. Робот оснащен монитором с таческрином, но монитор выводится видео говорящего и на нем же расположено несколько кнопок для взаимодействия с окружающими людьми. Рядом с роботом изображена схема человека, чтобы можно было оценить его габариты, как он выглядит. Он немного меньше, чем человек, его рост полтора метра. Это сделано специально, потому что, если сделать ниже, то человеку будет неудобно общаться с оператором. А если его сделать выше, человеку будет некомфортно, он будет казаться слишком большим и страшным. Наш робот оснащен тремя интернет-сервисами. Первый центральный интернет-сервис это управление роботом прямо с веб-страницы. Причем для управления не требуется установки никаких дополнительных плагинов. Сам интерфейс для управления может быть размещен на любом сайте, не обязательно на нашем. Просто одним тегом. У робота есть два основных сценария использования. Первый сценарий это вы являетесь хозяином робота и хотите, чтобы кто-нибудь мог подключиться к нему и поговорить с вами. Например, ваш партнер по бизнесу. В таком случае вам нужно временно дать возможность ему управлять роботом. Это делается в сервере администрирования. Вы создаете временного пользователя, указываете сколько времени он будет существовать и пользователю на почту приходит ссылка, по которой он просто переходит и управляет. Второй сервис это привлечение людей в какое-нибудь помещение. Например, на выставку, когда хозяева выставки хотят привлечь дополнительных клиентов через интернет. Они публикуют на своем сайте вот этот представленный здесь небольшой окошечко, где организуется живая очередь. Люди заходят на сайт, выбирают свободное время, выбирают робота и записываются в очереди. Им на почту приходит логин и пароль и ссылка, как подключиться к нашему роботу и управлять им. Вкратце расскажу о конкретных преимуществах. Наш робот обладает значительно лучшим качеством видеосвязи, в отличие от конкурента. Осталась одна минута. Хорошо. У него лучшее качество видеосвязи из-за новых технологий, у него значительно большее время автономной работы. Он может работать до 12 часов. Это время работы, выставки или магазина. Веб-интерфейс для управления может быть размещен на сторонних сайтах. И у него удобный интерфейс для управления. Есть система парктроник и камера нижнего вида. Теперь вкратце о потенциальных клиентах. Первое, это организации, желающие привлечь посетителей к себе, выставки, магазины, музеи. Например, музеи работают только днем, потому что ночью посетители этой страны спят. В то время русская культура достаточно популярна в Европе. Музеи могли бы организовать виртуальные посещения за небольшую плату. Робот может быть использован для мерчендайзинга в крупных торговых компаниях, когда мерчендайзеры из центра контролируют выкладку товаров в своих филиалах. Супервайзинга для слежения за своими рабочими. Этот робот был установлен в банке и принес ощутимый эффект. Частное использование это… Ваше время вышло. Спасибо большое. Давайте зададим вопросы нашему роботу. Цена. Работает? Цена сейчас он производится в мелкосерийном производстве, это 150 тысяч рублей. Ожидаемая цена 150 тысяч рублей это сейчас, а 2000 долларов это при выносе производства в Китай. Сейчас мы над этим работаем. Продолжение этого вопроса. если вы такие модели предлагаете, как поход по музеям еще что-то, то это должно быть довольно массовое. То есть можно себе представить, что ползает целая вереница каких-то иностранных виртуальных посетителей, которые хотят таким образом подсоединиться. Насколько это дорого для них будет, потому что стоимость робота она в общем не копейки. То есть как у них это будет? На самом деле если, например, устроить длину сессии порядка пяти минут, то за рабочий день сможет посетить 180 человек и робот окупается за три месяца в среднем. Ничего не сказали? Есть что-нибудь такая информация? Да, я не успел рассказать про конкурентов. У нас есть основные наши конкуренты это производители подобных роботов в США и Франции, но у них не совпадает с нами целевая аудитория, именно корпоративные клиенты. У них нет сервисов, которые мы предоставляем. Размещение с живой очереди, размещение веб-интерфейсе и так далее. Есть один конкурент в России, робот, может быть, слышали, но они больше используются для пиара, не как присутствие на выставках, а как компания арендует их робота и промоутер. А вот про корпоративных клиентов вы сказали, это вот на встречу так можно будет ходить? То есть не пришел в офис и так через робота пошел на встречу, сходил? Ну да, например, такой робот будет уставлен в компании ашманов-партнеры. Есть еще вопрос по существу, господа? Ага, я вижу, вопрос в зале есть. Не выключайте. А если робота можно заменить? А чего вместо себя робота не прислали? Вот сегодня. Ну, честно говоря, мы разговаривали с менеджером, нам сказали не привозить. А можно задать вопрос такой? Проблемы использования. То есть клиенты, допустим, прийти в музей, человек хочет посмотреть музей. Сколько ему времени потребуется, чтобы научиться пользоваться этим роботом? Ну и, соответственно, как бы вытекающая проблема это безопасность других людей. То есть не все пользователи будут аккуратными, можно сказать, и добропорядочными. Хорошо, я понял вопрос. Но в среднем, чтобы обучиться управлению роботом, достаточно 10 секунд. Управление как в компьютерных играх. Ездить, а СВД клавиши, крутить головой стрелочки. Также крутить головой можно мышкой, как стрелялка в Counter-Strike. А вот вопрос. Ну я еще не ответил на вопрос по безопасности. Система имеет несколько степеней защиты. Первая степень защиты это пропадание соединения во время управления. Робот автоматически остановится и он будет установлен и безопасен для людей. В случае врезания человека на подвижных частях робота есть предохранение по моменту это называется. То есть робот сразу почувствует, что препятствие остановится. А он умеет, вот как поликомы, например, рассмотреть на шум? То есть если включить этот режим. То есть смотреть на говорящего, например. Смотреть на говорящего не представляет технической сложности, но сейчас нашим клиентам это не нужно. Есть вопрос. На встречах не получится рассмотреть на говорящего. Много людей говорит. Человек, оператор сам смотрит, куда им надо. У меня, Альберт Ефимов, у меня один наводящий, уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, а операционные затраты использования такого робота, они какие? Вот 2000 долларов это стоимость. А сколько будет опекс использования такого робота, допустим, в организации? Это зависит. Я тоже не успел сказать про бизнес-модель. Есть два варианта. Небольшим организациям они не готовы платить за обслуживание и что-то прочее. Они готовы его просто купить. А дальше ремонтировать. Они могут обратиться его к нам. Мы гарантируем год работы. Это будет гарантийный срок. А крупные клиенты, такие как крупные компании, например, в Сбербанках, например, есть опыт с ними работы, но не по этому проекту, они не готовы внимать новых сотрудников в штат, чтобы обслуживать систему. Они лучше заплатят дополнительные деньги за обслуживание роботов, обслуживание серверов и так далее. Но это уже в зависимости от того, сколько у них роботов, сколько они хотят серверов. Спасибо большое. Давайте поприветствуем нашего участника. И пригласим на сцену нашего следующего, следующего печующего, компания Wise Mocap. Здравствуйте. Меня зовут Вещевич Андрей. Я представляю компанию ВПК-21 и проект «Бесправдная система захвата движения» Wise Mocap. Наш продукт представляет собой сеть носимых измерительных устройств, которые крепятся на тело человека для сбора данных об ориентации и положении этих частей тела. Наша компания является одной из первых, которая объединила беспроводную сенсорную сеть и инерциальные датчики для решения задач захвата движения. В рамках работы был разработан первый прототип системы, который представляет собой относимые измерительные устройства, осуществляющие сбор данных с помощью инерциальных датчиков по трём координатным осям и приёмное устройство, которое формирует сенсорную сеть и взаимодействует с измерительными устройствами. На данный момент первая версия готова к продажам и, соответственно, может решать уже некоторые задачи захвата движения. И в разработке находится вторая версия. Рынок 3D-технологий, приложений виртуальной реальности, игр и других приложений с захватом движения сейчас испытывает бурный рост. Рынок сенсорного движения сейчас испытывает тоже большой рост и основным из трендов являются носимые датчики. Появляются новые рынки, такие как фитнес или медицинские исследования. Нашими целевыми рынками являются система захвата движения, виртуальная реальность, игровые приложения, тренинг, тренажёрные системы. Огромный потенциал системы имеет на рынке робототехники. Реальными применениями, в которых система была уже использована, это симулятор тенниса. Компания Virtusphere использует датчики в своих тренажёрных и игровых системах. Также были разработаны приложения для визуализации движения на Android, платформе на PC. Поддерживаются игровые движки. Преимущества нашей системы по сравнению с аналогами это в том, что все наши устройства являются полностью беспроводными, не требуется специального помещения для захвата движения. То есть основная идея – взял, а дел используешь. По сравнению с самым ближайшим зарубежным аналогом наша система является дешевле и по некоторым параметрам даже лучше. Бизнес-модель, которой мы придерживаемся, это продажа конечных продуктов, то есть полностью укомплектованной системы и частей системы конечным пользователям, через сайт, через дистрибьюцию, продажа приложений под эту систему. Расширение коммерциализации возможно за счет открытия макап-студии для предоставления услуг по захвату движения, продажа предварительно записанной анимации и разработка приложений под нужды заказчика. Также возможна сдача в аренду системы для выставок, для различных мероприятий интертеймента. Был получен российский патент на полезную модель и программы для ИВМ, для защиты продукта. И в команде у нас люди, которые являются специалистами в виртуальной реальности, человекомашинных интерфейсах, сенсорных сетях. Здесь представлены лидеры нашей команды. Что нам требуется? Нам требуются инвестиции для доработки программного обеспечения, чтобы мы могли выйти на рынки массовые, такие как виртуальная реальность, интертеймент, возможность открыть систему захвата движения. И нас интересуют также партнеры и покупатели, с которыми интересно было бы взаимодействовать по совместным проектам. Собственно, у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? А почему вы в B2B решили не ходить? Чего-чего? Почему вы решили не продавать каким-нибудь бизнес-заказчикам, например, государственным организациям, не знаю, оборонку и так далее? Тоже возможно. То есть взаимодействие с компаниями тоже рассматриваем, но в основном мы ориентируемся на продажу системы, конкретную, кто обращается. К нам обращались не только компании, а конкретные люди, они спрашивали, можно ли использовать для системы захвата, для кинематографа. Для симулятора тенниса обратились, использовали на венчурный ярмарк в Сочи проходила в 2010, по-моему, году. Соответственно, там использовалось на стенде у Сбербанка. Андрей, вопрос из зала еще один. Скажите, сколько стоит эта система для конечного потребителя, пользователя? И может ли она измениться, эта стоимость впоследствии? Да, стоимость одного измерительного устройства порядка 1400 долларов. В зависимости от детализации движения, нужно несколько таких элементов. Допустим, для полного скелета человека требуется 15-17 элементов. Это в районе 20 тысяч полностью системы на все тело, порядка 22 тысяч долларов. По сравнению с зарубежными системами, вот ближайший аналог, такая система может выйти в 60 тысяч долларов. Скажите, пожалуйста, если я правильно понял, это нечто похожее на Kinect, да? Нет, это не Kinect. В чем отличие тогда? Отличие в том, что на тело человека… Понятно, смысл-то тот же, Kinect тоже захватывает… Большая точность и, соответственно, вне зависимости от… Не требует специального помещения. В общем-то, не особо требует… Освещение. Если сильно освещено помещение, то Kinect может сдавать сбои. А разрешение на сколько отличается? Разрешение… Наша система достаточно точная, движение до 2 градусов, ускорение 2000 градусов в секунду, соответственно, достаточно точная получается и быстрая. Да, конечно. Скажите, используете ли вы в качестве источника данных видеоизображение, чтобы по видеоизображению вычислить параметры движения? Нет, да? Да, параметры движения получаются с помощью инерциальных датчиков, акселерометра, гироскопов, магнитометров. И у вас тут есть где-то стенд, чтобы, может, пообщаться? Стенда, к сожалению, нет. Можно в оффлайне пообщаться, да. А сколько весит вся эта система из 17 датчиков и сколько там батарейки? Смотрите, по поводу веса общий я сейчас затрудняюсь сказать, но она не очень много весит. В пределах, наверное, 150-200 грамм получается один измерительный элемент. Версия 1 она работает сейчас на внешних источниках питания, то есть подключается дополнительно аккумулятор либо батарея. Версия 2 она будет заключаться в едином корпусе датчик плюс аккумулятор. То есть там идея какая? Вот взяли к руке просто, присоединили и все. Сколько планируется она будет работать? Время работы порядка 3-4 часов от одного аккумулятора. Это из-за того, что аккумуляторы много весят, для себя небольшие. Поэтому 3-4 часа вполне нормальное время для сеанса захвата движения. Коллеги, два последних конкретных вопроса, если есть. У нас, по-моему, есть желающие в жюри задать вопрос. Есть у вас там необходимо защищать индивидуальные права и как это будет решено. Которые вы можете интеллектуальные права? А, интеллектуальная собственность? Да. Есть российский патент на полезную модель и регистрация программ для EVM. А планируете ли вы международные права получать? Международные планирую при выходе на более широкий рынок. Спасибо большое, Андрей. Поприветствуем. Спасибо вам. Хотим пригласить на сцену последнего участника секции ИТ для людей компании Indergo. И хотела объявить, что после компании Indergo у нас начнется секция ИТ в образовании. Соответственно, у нас будет смена жюри, смена состава. Жюри и участники следующей секции, пожалуйста, подготовьтесь. У нас будет минимальный перерыв между секциями. Раз, раз. Добрый день. Меня зовут Александр Зайдельсон. Я представлю вам компанию Indergo. Наша компания разработала и получила международные патенты на прорывную технологию для навигации внутри помещений. Компания создана при поддержке Уральского федерального университета, Ариэльского университета в Израиле. И также она пользуется поддержкой Сколково. Компания уже получила около 45 миллионов рублей инвестиций. Итак, давайте посмотрим на наш рынок. Сегодня в кармане у каждого из нас уже есть смартфон и продажи этих устройств доходят до миллиарда единиц в год. Одним из очень крупных сегментов рынка аппликаций являются аппликации, которые пользуются местонахождением клиента для совершенно разных целей. Около 80 или 70 процентов времени мы с вами проводим в закрытых помещениях. И поэтому задача определения положения человека в закрытом помещении стоит очень остро. По данным исследований, в крупных торговых центрах до 24 процентов продаж теряются из-за того, что люди просто не в состоянии дойти до того товара или услуги, который они хотят купить. Сегодняшние технологии используют для позиционирования в закрытых помещениях радиоволны, такие как Wi-Fi, Bluetooth и инерционные датчики, акселерометр и барометр. Мы также очень много работали с этими технологиями и достигли результатов, которые лучше, чем у нашей конкуренции. Но поскольку радиосреда очень нестабильна, то точность, которую можно достичь, она может приблизиться где-то к трем метрам. И это до многих задач недостаточно. И тогда мы стали думать и пришли к новой идее о том, как можно очень серьезно улучшить наши результаты. Все новое – это очень хорошо забытое старое. Тысячелетиями люди пользовались для навигации звездным небом. И наши исследователи подумали, что же может быть аналогом этого звездного неба в нашем мире – торговых центров, аэропортов, университетов и прочего. И ответ был прямо над головой. Потолочное освещение. Потолочное освещение – это источники света, которые находятся все время на одном и том же месте и с помощью которых, используя камеру телефона и достаточно сложную математическую модель, можно точно определять местоположение человека внутри закрытого помещения. Итак, мы используем комбинацию сенсоров радио плюс источники света. Все это основано в краудсорсинге информации в центральном сервере, и тем самым мы получаем очень хорошие результаты. Извиняюсь. То есть точность нашего позиционирования доходит до сантиметров. Например, наши технологии, можно сказать, около какой конкретно полки в супермаркете находится в данный момент человек. Или зашел ли он в магазин, или он только стоит в двери. Осталась одна минута. Наши бизнес-модели. Первая бизнес-модель бизнес-то бизнес-то консюмер, создание аппликаций для крупных организаций, аэропортов, торговых центров и тому подобное. Мы уже ведем переговоры с клиентами в этой области. Вторая модель – это лицензированные технологии разработчикам аппликаций, которые могут придумывать свои новые сервисы, которые пользуются очень точным местоположением. И третья модель – это продажа технологии производителям девайсов. Мы уже разговариваем с крупнейшими из них. И это их очень интересует. Наша команда состоит из ученых с мировым именем в области роботики, робототехники и позиционирования. И также специалистами и опытными стартапистами, которые уже делали достаточное количество компаний и имеют большой опыт в бизнес-девелопменте во всем мире. На сегодняшний день компания, как я уже сказал, привлекла 45 миллионов рублей инвестиций. У нас есть действующий прототип нашей технологии. И сейчас мы ищем еще 2 миллиона долларов для завершения нашего продукта и выхода на первые серьезные продажи. Стратегия выхода наша… Время вышло. Спасибо большое. Давайте поможем. Поможем. Зададим вопросы по существу. Сначала вам… Где вы берете… То есть нужна база данных, местоположение света, лампы и так далее. Система пользуется краудсорсингом. То есть первый человек, который проходит помещение, мы комбинируем существующие данные и производится мопирование. В принципе, для более качественного мопирования требуется примерно час, в котором клиент в специальном режиме проходит по зданию. И затем это положение улучшается с каждым новым клиентом, поскольку все данные идут на сервер, обрабатываются и возвращаются обратно к клиенту. Но нужно пройти каким-то определенным способом? Нужно пройти просто с телефоном по этому зданию. Ну, конкретно пытаясь там сканировать эти вещи? Вот его надо просто держать в руке. То есть никакого особого оборудования, никакого дорогостоящих установки, никакого оборудования не нужно. Как, например, позиционирование по Wi-Fi часто требует установку раутеров в конкретных точках. Это очень дорого и трудоемко. Что для вас является источником собственно картографического контента? То есть какие ритейлеры где находятся? Источник картографического контента зависит от модели. Нам могут представлять это те же самые торговые центры, аэропорты, учебные заведения, потому что у них есть эти карты. Если мы работаем с… Есть также эти карты у провайдеров карт, такие как у Google, например, многие здания уже в Соединенных Штатах во всяком случае очень четко отмапированы. То есть источники могут быть разные. Мы определяем позицию географическую внутри помещения, и это включает, кстати, и высоту, то есть на каком этаже конкретно человек находится. Скажите, а рынок пытались как-то тоже оценивать? И есть ли какие-то уже игроки, которые, может быть, хуже делают, но тем не менее уже играют на нем? Да, есть игроки, которые играют на этом рынке. Есть несколько компаний, которые, как я упомянул, пользуются радио, то есть Wi-Fi, Bluetooth и акселерометрами для позиционирования. Это позиционирование работает неплохо, но они достигают где-то точности в 5-7 метров, что для многих аппликаций недостаточно. И понятно, что точность в несколько сантиметров может радикально улучшить и user experience, и дать какие-то интересные, возможности интересных приложений. Да, эти компании зарабатывают деньги. Эти компании, например, производят аппликации для торговых центров в Европе и в Америке есть. Размер этих компаний, но они зарабатывают, я думаю, что около 20 миллионов долларов в год. Некоторые из них самые успешные. Нет, рынок в целом, location-based services, доходит до 13 миллиардов долларов в год. Коллеги, давайте еще зададим вопрос, если есть, у жюри. Все остальные просьба задать это в оффлайне, поскольку у нас следующая секция уже поджимает. Жюри ждет. Если вопросов у жюри больше нет, то давайте поприветствуем нашего участника, последнего участника секции.